всем доброе утро друзья вы на канале про блокчейн с вами максим и вячеслав слава доброе утро всем привет здрасте ребята в общем сегодня много интересных новостей мы будем говорить о новых всяких дефай проектах которые появились мы вчера даже один прикупили второй сегодня будем ждать когда он появится будем смотреть следить может быть тоже прикупим в общем еще помимо этого будет много интересных новостей поэтому обязательно ставьте лайк не забывайте потому что это важно для ютуба а еще важнее для нас это мотивирует нас делать новый контент тем более у нас сейчас вы выходит гораздо больше чем раньше у нас уже и влоги и коротенькие подборки мы делаем для того чтобы у кого нету времени буквально за три за четыре минуты могли посмотреть в общем много контента документальные фильмы на основном канале в общем классно поэтому ставьте ставьте лайки по поводу плазмы поговорим сегодня листинг тоже все покажем уже появился сайт в общем короче много новостей все давайте еще раз ставим лайки делимся данным видео прямо давайте эту кнопку лайк сегодня сделаем чтобы тут было блин 200 лайков и поделимся видео со своими друзьями чтобы все было четко и хорошо окей давайте сразу по темам мы посмотрим что у нас происходит с рынком и дальше будем двигаться по интересняшкам там к от карнсе подъехали новые акции прикольные сегодня тоже покажем коротенький видос они сделали классный в общем очень-очень насыщенная насыщенный конец недели скажем так значит что у нас происходит ну биткойны эфир немного отскочили и возвращаются каким-то вменяемым отметкам потому что выглядело это все совсем печально когда они там опускали сейчас биток торгуется 18 300 эфир 561 доллар если мы с вами посмотрим на активы которые у нас сегодня являются гейнерами то это у нас не кса стеллар вейв с голем кстати голем дорожает у меня голем есть прикольно приятно на 10 процентов элрон днем avalanche не р протокол там немножко плюс 5 процентов значит кто у нас и лузер сегодня это network блок стекзе кэш зилика и так дальше балансер два процента но в целом небольшие нет нету вот этой волатильности то есть мы понимаем с вами что для криптовалют 10 15 20 процентов это вообще не волатильность если вы с этим согласны то конечно же ставьте лайк нам нужна волатильность в сто процентов движения за 24 часа это действительно нормальная для нас тема чтобы не затягивать и не рассусоливать значит нашу наш видео вчера у нас выходил пост в нашем telegram канале на который кстати нужно подписаться собачка про нижние подчеркивая блокчейн и снизу ссылочка на нашего про аирдро бота и у нас уже 25 числа у нас заканчивается эта акция после которой будет стартовать сразу следующие с новыми ценными призами и 27 наверное мы подведем итоги уже там на выходных когда у всех будет побольше времени запустим прямую трансляцию выберем победителей то есть iphone 12 про а playstation 5 xbox серии с x леджер и трезер и ну короче вообще пожар огонь поэтому ссылочка тоже на бота в описании значит по токену we all the x основателя apple стива возняка он сильно дорожает и на самом деле на фома вчера залетели мы со славой купили его после того как он подорожал на сто процентов насколько это хомяковский поступок не знаю посмотрим но люди делают очень большую большую ставку на этот проект потому что естественно когда видят видно вот такой и масти в возняк все сразу хотят туда залететь в общем за неделю актив прибавил стоимости 2800 процентов но это понятно тут вот это вот первое движение там она форме формирование стоимости скажем так это одно торгуется он на хобби тисе это прямо есть на сайте битхам global 0x и недавно вчера добавили на юнисвоп посмотрим значит какие у него сейчас объемы торгов на юнисвоп мы заглянем обязательно если мы с вами говорим о сайте тут конечно мы там супер не изучали проект но они в общем сделали энергопотребление еще короче с большим коэффициентом полезного действия скажем так чтобы проще это и ну какая-то такая идея все тут видите такое электрическое там где наш какая макс я просмотрелся давай там идея в том что перепродавать если у тебя есть излишек энергии и ты можешь как бы экономно свою энергию расходовать ты можешь перепродавать все в сети вот есть компании есть контрибуторы контрибутор это тот кто отдает свой излишек или допустим он ее зеленую какую-то производит и так далее например как атомные электростанции которые ночью у них излишек электроэнергии может там у них есть еще там принципы какие-то это надо уже вайкопер посмотреть но пока что возьмем так есть излишек энергии ты умеешь эффективно ее тратить да у тебя всегда есть излишек ты этот излишек продаешь как в компании которым она нужна вот эти компании делают сразу записи о покупке да в блокчейн вот по сути они как бы секьюритизируют то есть как будто бы выпуск или токенизируют можно сказать вот эти вот излишки энергии то есть энергоэффективность все они переводят блокчейн токенизируют и рынок они оценивают что он удвоится до 2025 года то есть если он сейчас измеряется там типа 240 250 миллиардов долларов вот в этот рынок до энергетики вот то через 4-5 лет он уже будет как минимум измеряться в 500 миллиардов долларов и выше и вот собственно они в этот рынок идут там большая компания пять кофаундеров один из них как раз дастил возняк много там два брата есть какие-то я вас фамилии помню ну в общем-то как это джакобо висеть и джакобо джакобо ваннити сначала на вот хобби тисе потом соответственно так как любой человеку кто уже появился этот только на только стандарт в начале версии 20 его можно было добавить на юнисвоп создать пулы и кто-то создал поэтому если посмотреть аллокацию там есть аллокация да и там не кисто там 45 процентов да по моему достается направил цел 20 процентов там уходит в лтд и форс лтд да да саму майнинг 20 процентов и так уж и много как бы свободного токена откуда он взялся и и там его реально получается я вчера смотрел ликвидность на юнисвопе ее там ну маловато было то есть около 400 тысяч долларов было ликвидности давайте посмотрим сейчас ликвидность в паре воз етыха 536 тысяч долларов ликвидность возит юсдт пятьсот девяносто восемь миллион долларов и появилась новая пара она сейчас пустая она видимо совсем недавно появилась потому что вчера то же самое было с парой юсдт воз юсдси еще они добавили одну еще пара юсдси кстати да набирает обороты 3 миллиарда уже в юсдси они как бы двигаются понятно что 20 миллиардов с большим отрывом у нас идет тетер после тетера самый крупный сейчас стейблкоин это юсдси у него три миллиарда уже на раскопе я не знаю на самом деле я сначала когда появилась эта пара на юнисвопе я немножко испугался я подумал что это может быть кто-то ну на хайпе знаете с камеры какие-то быстренько запилили токен с одноименным названием и добавили ликвидность на юнисвоп для того чтобы но это нормальная история как бы чтобы отбрить хомяков то есть ну потом скомануть пол ликвидность объем сейчас уже на уже да уже с объемами все нормально уже история как бы с ликвидностью тут понятно я почему решил вчера купить я зашел сразу на коин гека и я когда увидел ссылку уже когда на коин гека была ссылка на юнисвоп соответственно я проверил контракт токена что это он я на всякий случай прикупил его себе на немного чтобы он был ну сделает 10 иксов будет как блоки не сделает ну как бы и бог с ним вот с таким подходом да мы как бы ну такое а может получиться так что он там стрель куда-то какие-то космические там начнет потом стоит 300 500 долларов к примеру тут на рынке криптовалют всякое может быть но при определенных от их а если они будут мы будем фиксироваться значит это такое это не совет по инвестиции он сильно вырос уже это мы как бы просто экспериментируем как обычно стандарт если он удвоится мы половину заберем вот допустим 6 баксов он будет стоить 6 7 баксов мы возьмем сразу же свои денежки заберем а дальше там все хорошо так точно ну давайте переходим теперь к следующей теме у нас плазма плазма пэй и токе их токен сейчас уже появилась новая вкладка называется плазма файненс и в 11 сегодня по московскому времени 8 утра по гринвичу значит будет листинг токена пп на юнисвоп и битхамп расскажем об этом поподробнее значит запустили они сделали вот такую вот уже свою апку апка включает в себя много всяких интересных штук там естественно есть и обменник есть и рынок ну давайте по порядку посмотрим что здесь можно делать портфолио менеджмент то есть вы можете смотреть ваш портфель как он выглядит пулы ликвидности соответственно лендинг и borrowing это как в компаунде что то то есть вы можете под залог своих криптовалют получать брать другие криптовалюты и что-то с ними делать фиатный шлюз то есть я так понимаю можно будет покупать и продавать но это у плазма пэй просто было и конечно они это встроили dex и swap агрегатор это как на ванны чах они будут то есть они будут выступать агрегатором обменников искать самые лучшие курсы и самое прикольное то что они добавили слова это cross chain asset swap то есть теперь вот я вижу у них есть будут пулы ликвидности usdt кейк видишь кейк это этот binan smart chain прикольно то есть они вот эти штуки все делали то есть они будут получается у нас была на самом деле идея такая со славой сделать такую штуку то есть ты добавляешь ликвидность в одном чейне в другом чейне и если можно выступать таким агрегатором но это тут надо много чтобы кто-то поставлял большую ликвидность и вот они эту штуку будут закрывать если это будет работать так как здесь все написано это прикольный продукт cross chain классный мне как бы на ну и можно будет покупать за фиат криптовалюты здесь вот есть ссылка там по самым лучшим рейтом 12 ассетов сейчас есть различных на ваш выбор но это мы потом отдельно как-то посмотрим значит естественно илд фарминг лучший илд фарминг стратегии в одном месте ну годную штуку делают на самом деле а вот авто калькулей шанс будут выбрать там свои рои понятно так 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 короче это такой такой себе комбайн в котором будет в общем в общем много чего и много всего будем следить я уже зашел на апку посмотрел что сейчас можно ну понятное дело здесь уже есть свапалка то есть можно менять различные токи ну как на юнисвопе плазма файнанс называется его наверное добавят потом в ананчевы свой агрегатор обменников тоже и соответственно они как будут агрегатор как агрегатор обменников ну то есть все круто также здесь понятная ликвидность полы ликвидности можно будет создавать и вот в 11 утра они когда запустится можно будет уже добавлять ликвидность в пару api и usdt сразу ну и сейды сейвингс это они работают через они как через одно окно видите провайдер earn finance здесь можно будет работать и зарабатывать допустим вот давайте посмотрим что то есть есть от через тейбл коины аганян вообще то что нам надо значит вот семь дней 30 дней return of investment это рои получается и здесь вот такие вот процентные ставки значит 586 годовых 5 и 8 на usdt 5 и 3 на usdc и самые большие ставки это 10 процентов годовых на да и ну я хочу тебе сказать понятно что это через earn finance но если вы уже пользуетесь допустим одной площадкой прикольно мне интересно как тут будет использоваться токен пипей в общем сейчас это не в роли рекламы абсолютно я пипей себе прикуплю чуть-чуть тоже на тот случай если он может иксануть а иксануть может но мы будем наблюдать когда он появится в общем следим за этим все очень прикольно дальше двигаемся еще очень быстренько хочу рассказать рассказать про бонус который у нас есть мощный мощнейший бонус от карантиком я сейчас запущу коротенькое видео у нас уже 670 рефералов за последний месяц налетела на вот эту акцию очень прикольная сейчас запускаю в общем видос посмотрите коротенько она буквально там 30 секунд видео и вы все поймете то есть дальше мы уже вернемся к вот собственно такое прикольное видео был вообще звук скажите да конечно был все четко в общем получается что приглашая друзей зарегистрировавшись по нашей ссылке вы получите какую-то токенизированную акцию и потом вы точно также можете по своей реферальной ссылке приглашать еще друзей и получать тоже токенизированные акции хотите их храните хотите продавайте вот все что хотите то и делайте у нас кстати опять уже мы там немного наторговали все становится уже неплохо 1000 баксов у нас на счету есть мы немножко возвращаем свои денежки уже идем в плюс это очень круто у нас даже в портфеле слава вот и стоят отложенные заявочки здесь видите у нас ждем мы тут по биточку разные интересные моменты поэтому мы регулярно торгуем на каранте особенно когда рынок волатильный и мы понимаем тренд то есть вот бывают такие моменты когда можно прям витры и кстати здесь есть компаунд компаунд который тоже можно его лонгануть можно шартануть можно здесь его купить здесь также есть юнисвоп тоже они добавили ну в общем здесь много всяких интересных инструментов поэтому регистрируйтесь по нашей ссылочке все я даю передаю слово вячеславу дефипульс индекс еще раз всем здрасте еще у нас есть с вами 10 минут пройдемся сейчас быстренько еще по новостям новости же никто не отменял но во первых на дефипульс если зайдете вы видите 14 и 2 миллиарда заблокированных средств мейкер у нас продолжает лидировать дефипалс индекс если вы покупаете вот сейчас тоже такая средняя цена он около сотки от болтается постоянно но сейчас на 2 процента он прирастает что по новостям минфин в россии просит смягчить законы по регулированию криптовалют потому что что-то танка кажется всем жестко особенно пункт с уголовной ответственностью и если вот эту историю не пересмотреть то значит сторонники криптовалют в россии могут резко поубавиться и начать куда-то уезжать либо уходить в тель либо к своей компании закрывать поэтому вот так возможно будут какие-то правды по этому поводу еще из интересненького fidelity и блок фай открывает сервис крипто кредитования для институциональных инвесторов из большие дяди смогут прийти и не собственно значит брать активы под залог других активов ну то есть сюда уже все распространяется классический бизнес классические фонды приходят и начинают пользоваться по сути это как бы они присматриваются где фай сектор то есть простыми словами аналитики покупатели готовятся к пробою исторического максимума биткойна вот интересно когда это будет сейчас вы увидели да небольшая коррекция но так или иначе все аналитики склонны к тому что ближайшее время будет перехай то есть перехай не такой маленький типа да когда вот там двадцатка еще там по сути не касались а уже там куда-то на 24 25 поэтому вместе с аналитиками сидим и ждем еще из интересного капитализация стейбл коина я уже об этом сегодня говорил юсдс превысило 3 миллиарда получается он как бы прям четко следует за юсдт конечно у них отрыв там пока 17 миллиардов но тем не менее как бы usd считается по проверенным обеспеченным значит стейблом с момента запуска с 2018 года осуществлены транзакции на сумму более двести тридцать миллиардов и как убежден джереми аллер аллер это сео эмитента usd компания стеркл капитализация в один триллион лишь вопрос времени то есть они как бы упорно будут идти в сторону одного триллиона это значит что и объемы да будут возрастать и стейбл к нам будут пользоваться все больше 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 либо у них есть цель прям вытеснить а и здесь и и захватывать новые рынки причем они крепко смотрят на азию на африку а латинскую америку вот на все эти страны и по сути собой хотят подменить как бы национальной валюты и здесь у меня такой вот вопрос интересный возникает то есть не это ли идея и и шанс сейчас у америки они очень долгое время доллар бумажный в любой цифровой в любом виде он был неким как бы до главным активом в мире и сейчас у них по ходу промелькнула идея как эту позицию все удержать нужно заменить реальный доллар вот таким вот каким-то цифровым стоят был коином на основе доллара и и дальше продолжать это делать поэтому я считаю что они сейчас будут этот момент форсировать и очень быстро и четко включится в работу вот значит над себе 10 central bank digital currency и вот американские банки фрс все они будут очень плотно сейчас работать и в двадцать первом году я думаю мы увидим прорывные законы в штатах который все это дело разрешает все компании там значит они будут оправить быстро 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 они будут подменять доллар вот такими штуками типа и из деси разными и пытаться самое главное их контролировать и вот этот закон который уже подали в конгресс о том что значит любой стейблпоин опирающийся на доллар да он должен иметь значит какое-то разрешение регулирования в рамках как бы америки и тогда он сможет двигаться по всему миру и я так буду думать что они на весь мир будут лапы своей простирать потому что если стоит название что-то связано с юсд да юсдс и юсдт бюсд что угодно то есть это это на основе доллара значит как бы все они имеют право это регулировать вот такие мысли скорее всего примерно так еще из интересного гендерент и вот сюда же даты саги директор гендиректор circle вот мы прочитали только что провести скоро сотни миллиона миллионов людей перейдут на криптовалюту это вот он как бы продолжает мои мысли и говорит что там либра не либра как бы да но мы видим как людям удобно пользоваться стейблпоинами что они заводят себе кошелек в телефоне и буквально там в пару кнопок они могут отправлять и у юсдс и есть такая штука когда можно юсдс и отправлять без комиссии то есть они вот эту историю там колупают и значит если допустим юсдт вы без комиссии без эфира данной кошельке не отправить это уже такие штуки как бы они делают и можно будет по сути отправлять любые переводы даже не знаю что такое эфириум вот это вот это ли не чудо вот вот в эту сторону как бы и будут копать дальше еще но это такая не скажешь это хорошая новость для того чувака который потерял 12 миллионов точно не хорошая очень москвич потерял 12 миллионов рублей на сделки по продаже bitcoin мужчина пошел навстречу в ресторане чтобы обменять криптовалюту на наличные после совершения операции неизвестные украли у него сумку с деньгами то есть чувак пришел меня принес налик в сумке ну естественно его там ждали в общем и у чувака не осталось ни биткоинов ни наличных но об этом он теперь заявил в мвд по москве пресс-службе значит уточнили что мужчина успел перевести криптовалюту на счет естественно участников сделки неизвестные похитившие средства скрылись правоохранительные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве особо крупном размере ребят но вот такие истории никого не учат но нельзя с наликом быть сумкой да ходить там по каким-то рейстиком еще куда-то приходить даже вот есть найти всякие там обменные пункты в москва-сити еще куда-то не нужно никуда ехать и на крайний случай либо воспользуйтесь да там переводом просто пускай они могут вам перевести безнала да или пускай они вам привозят то есть вы допустим там ну знаете проверенный обменник да в этом все сделку делаете вы можете отправить есть варианты когда можно запаролить там специальный пароль ставится да то есть на сделку или там типа мультисига какого-то да то есть вы как-то так можете это сделать но в общем не нужно с деньгами никуда ходить и в непроверенных людей совершать сделки так и вон пожалуйста либо безчиндж либо биржи подвязали свои карты подвязали банковские реквизиты и спокойненько значит все это дело получает еще интересная статистика подъехала по local bitcoins есть такой сайт где можно продать купить биткоины значит в 2020 году на россию венесуэлу и колумбию пришлось 40 процентов торгов всего объема это как бы очень большие цифры значит если детализировать то россия 17 4 процента венесуэла 12 и 3 процента и колумбия 11 и 3 процента такие данные вот как бы впишут они у себя в блоге еще если из интересного сюда же дата по цифрам великобритания занимает 6 и 3 процента нигерия 5 процентов и там еще много активов значит аргентина чили бразилия вот во всех этих странах это свидетельство о том что где не очень да так скажем с национальными валютами где люди сомневаются да и есть большая анкляция то люди больше покупают и рассчитываются через вот такие вот сайты local bitcoins переводят деньги друг другу и вот это как бы звоночек в ту сторону что если венесуэлу рассчитывается со своими контрагентами то с турцией с ираном в биткойнах на вот конечно это говорит о том что экономика за двадцатый год во многих странах там ушла ниже плинтуса и что будет дальше как бы непонятно так что вот такие новости на сегодня давайте почитаем комментарии комментариев и будем финалить как раз мы четко в хронометраж там один год на что-то пишет нет про дот спрашивали что мы думаем про дот дот мы купили ждем в следующем году будет история про дот проекты запускаются после нового года поэтому в первом квартале где-то уже какие-то штуки будут вот ждем пока что ничего нельзя сказать что он может сейчас подорожать мне кажется только если будет какое-то движение суммарно вместе с рынком а так это мы заранее все как бы делаем покупали его много дешевле чем сейчас и на самом деле вот позиция которая есть в доте на данный момент во всяком случае времени на сейчас если ее продать она будет как бы вся в плюс и это тоже рад почему бы по разным проектам и спрашивают где посмотреть контракт пи пи во первых они есть на койн маркет кэпе койн маркет кэп также можно зайти посмотреть койн маркет кэп и будут они на минуслопе какие еще силы и задать если какие-то не не будут какие-то мы обязательно расскажем сейлов всегда происходит каких-то очень много и все что появилось я ее с продал по моему весь я его связь продал продал его в дот поэтому мне стало без разницы на него есть пару там каких-то проектов у меня там они такие нет ничего особенного я сейчас я сильно почистил портфель defy проектов я не знаю слова сейф 2 оставил или нет я сейф 2 продал кстати дорожал на 50 процентов вот такая вот по финика что произошло мы не следили вообще за этим я вот в новостях там видел что это какая-то вроде там финансовая пирамида мы не знаем вообще я я не знаю лично там смысл как бы понятен что там делали типа трейдеры биткоины туда-сюда но таких проектов пруд пруди которые там супер трейдеры и помогают людям типа инвестировать криптовалюту шляпа шляпная на сегодняшний день все доступно я хотел спросить вот слова начни сейчас что-то говорить пожалуйста говори-говорю говори-говорю кого лучше слышно что ты думаешь потому что мы за всеми проектами тоже вот было бы неплохо если вы написали кого лучше слышно потому что писали что славу хуже слышно хотя и в наушник слышу его прекрасно очень интересный момент и поставьте лайки не забывайте ребята что нужно ставить лайки на этот накидок да это действительно продвигает видео для ютуба это хороший показатель и для нас приятно и на бота подписывайтесь там бонусы призы и все на свете чтобы все было прикольно ладно но все итоги будут там после 25 числа не а вот после 25 числа мы 25 зафиксируем сделаем типа снэпшот а вот а потом значит будем подводить владислава тише слова ты владислав у нас я сейчас себя сделала поджигать пускай владислав владислав тоже нормально сделал себя потише славу погромче вот так вот все норм слышно на самом деле слова чуть-чуть петличка далеко ну да у меня петличка могу переставлять а вот сейчас тебя будет громче слышно наверное да не будет я может у меня петличка плохо работает не знаю не хорошо работает все будем заканчивать спасибо огромное друзья еще вот когда мы начали говорить про звук стало больше людей подключаться это я так понял даже разобраться это как бы знаете страна советов надо всем посоветовать так под петличку поближе тут чин-чин-чин все дела ну все зато разобрались со звуком теперь буду петличку сюда все ребят всех обняли спасибо огромное кстати удобно когда уже будет встроенный микрофон в щеку туда внутри ходишь и говоришь и даже по телефону вокруг ухо обмотал прикольно все всем пока увидимся с вами завтра в то же время на том же месте завтра михаил да завтра у нас аналитика завтра пока-пока так Продолжение следует...